Возможно, ты посмотришь его в записи. Все вопросы, которые были представлены на прямой эфир, я скопирую, вставлю в описание прямого эфира, можешь их посмотреть. И, соответственно, если какой-то вопрос заинтересует, то обязательно-обязательно посмотри прямой эфир, найди для себя ответы и начни применять уже полученные знания. Так, буквально несколько десятков секунд, я думаю, секунд 20-30 соберемся. Всем привет, друзья, и начнем. Начну по порядку, не думаю, что прямой эфир будет очень длинным. Самое главное отвечать четко, по теме, без всякой воды. Вопрос первый. Как сохранить позитивный настрой? Вы всегда на таком позитиве. Во-первых, я не всегда на позитиве. Я в основном в ровном, спокойном настроении нахожусь, без излишних переходов в плюс и без излишних переходов в какой-либо минус. Второе. Я занимаюсь спортом. Спорт дает мне эндорфины. Эндорфины дают мне уверенность и в себе, и в завтрашнем дне, и во всем, что бы ни происходило. То есть он меня очень здорово и классно переключает. И также я, благодаря практике дзен-буддизма, благодаря проживанию в монастыре, в монастыре точнее, благодаря изучению законам умоведения с малых лет, я умею отстраняться от многих ситуаций и давать ситуациям развернуться самим. То есть очень важное явление – это умение снимать внешний контроль. Я этого достигаю при помощи медитации. Поэтому я рекомендую каждому познавать, что такое медитация, погружаться в это состояние и, соответственно, через него работать. После того, как человек работает какое-то время в медитации, со временем он понимает, что она уже ему не нужна, потому что основа течения энергии, физическое тело – это его полное расслабление. Поэтому очень важно расслабляться. Поэтому для того, чтобы сохранять позитивный настрой, учитесь расслабляться, причем на любую тему. Если, допустим, коснуться современного инфополя и того, что там происходит, просто отключайтесь от него, полностью вырубайте телефон и все. Этого будет вполне достаточно, чтобы переключиться в свою реальность и в ней уже находить какие-то решения, которые нужно принимать в моменте, то есть здесь и сейчас. Это, между прочим, очень важно – находиться здесь и сейчас. Почему? Потому что только из этого состояния можно управлять своей реальностью очень эффективно. Для того, чтобы переместиться в момент «здесь и сейчас» нужно задавать себе очень простой вопрос – что я сейчас чувствую? В принципе, и все. Следующий вопрос был – стоит ли обращаться к астрологу? Да, мое мнение, что стоит. Стоит сделать себе нентальную карту, посмотреть, к чему ты расположен, стоит знать время, когда ты родился, и посмотреть, по какому пути можно пойти. Ведь, если коротко сказать, то из 100%, 10% – это жестко заложенная программа, которую каждый из нас проживет обязательно. Это те предательства, это обиды, это ложь, это все то, что есть в этой матрице планеты Земля, на которой мы все сейчас с вами пребываем. И только впитав всю палитру всех этих чувств, эмоций, можно выйти в какой-то позитив и начать жить совершенно по-другому. Соответственно, астролог помогает понять, каковы эти 10% вот этой вот жесткой заданности, потому что все остальные 90% – это наше отношение к тому, что происходит. То есть те события, которые мы себе прописали до рождения, мы их по-любому проживем 100%. Мы от них никуда не денемся, что бы мы ни делали, как бы мы этого ни избегали. И это даст нам то, что мы научимся принимать решения из любви к себе, а не из страха. Решение, принятое из страха – это решение оставаться в стабильности и оставаться в том состоянии, в котором ты находился. А сейчас, обрати внимание, стабильности нету нигде ни у кого. И сейчас мы коснемся следующего вопроса. Сейчас я раскрою немножко, что с точки зрения астрологии происходит сейчас с нашей планетой. Поэтому к астрологу обязательно обращайтесь, находите профессионального астролога. Если у вас такового нету, пишите мне, я скажу, к кому можно обратиться, по крайней мере, к тому человеку, которому я доверяю и который действительно свое дело делает круто. Вопрос следующий, номер 3. Дети из прошлых отношений, ревность к ним. Как быть? Первое, обычно то, что происходит, это три этапа. Первый этап – это отстраненность. От ребенка из чужой семьи хочется отстраниться. Второй этап – это у нас обычно неприятие этого ребенка. Точнее, наверное, первый этап – это неприятие. Второй – это отстраненность. И третий этап – если работаешь над собой, то начинается любовь к этому ребенку, потому что испытываешь действительно настоящую любовь к себе. Плюс важно очень понимать один простой закон, очень важный. Внешнее равно внутреннему. Поэтому все те эмоции, чувства, все мои мысли, убеждения, которые есть во мне, они создают мое состояние. А мое состояние притянуло ко мне в пару либо женщину с ребенком, либо мужчину с ребенком. У всех разные обстоятельства. И здесь нужно научиться просто любить себя, и от избытка этой любви любить этого ребенка. При этом не заискивая с ним, быть честным и говорить все, как ты чувствуешь и как действуешь. И в паре, в которой вы находитесь, очень важно иметь поле любви, чтобы этот ребенок вел себя нормально. Иначе он будет вас отрицать, и у вас с ним будут затыки. Все, что мы не любим, все, с чем мы боремся, все всегда присутствует в изобилии в нашей жизни. Если не сходится с тем, что говорит астролог, при этом у всех сходится, а у меня нету, тут надо смотреть, Жень. Обязательно надо смотреть, потому что каждая натальная карта индивидуальная, как и человек. И надо понимать, где те рэперные точки, в которых твоя судьба начала меняться в лучшую сторону. Или, ну я уверен, что у тебя в лучшую. Значит, следующее. Вопрос такой был. Человеку в браке, несмотря на любовь к своему партнеру, нравятся другие, как быть? Если человеку в браке нравятся другие, это обозначает то, что в этом своем браке он не добирает какого-то вида энергии от своего партнера. Это может быть любовь, внимание, нежность, подарки, ласка, все что угодно. Что делать? Первое, это либо сходить на семейную консультацию, пообщаться. Второе, и самое лучшее, это честно все проговорить друг с другом, прямо от А до Я. Потому что единственная проблема отношений, это тотальная непроговоренность и накопление огромного количества внутренних ожиданий. Соответственно, все это проговаривается, и тогда уже проще жить становится. Вот и все. Если вы это все проговариваете, то, соответственно, в вас внутри не копится никаких избыточных потенциалов, как это в трансерфинге называется. То есть вы ничего не ждете от человека, принимаете себя таким, какой есть вы, и другого человека таким, какой есть он. Ну и самое главное, основой всех отношений является готовность потерять своего партнера. Вот если ты не готов потерять своего партнера, или если ты не готова потерять своего партнера, это значит, вы очень сильно зацеплены друг за друга, и у вас в паре будет огромное количество проблем. Если мы учимся принимать самый наилучший вариант, что мы будем всю жизнь вместе и самый наихудший, что мы прямо сейчас разойдемся и больше никогда не встретимся, то внутри образуется состояние легкости и приятие того, что происходит здесь и сейчас на данный момент. И тогда можно опять же эффективно управлять своей реальностью и, соответственно, отношениями с партнером. Следующий вопрос был такой. С чего начать работу над собой? Какой первый шаг? Вся работа над собой базируется на трех главных принципах, очень важных. Это питание, движение и мышление. Я об этом каждый раз говорю. Питание должно быть чистым, то есть хотя бы раз в 2-3 месяца нужно чистить тело. О одной из программ, по которым можно чистить тело, я недавно рассказывал. Почему важно чистить тело? Кишечник, как таковой, отвечает за 80% иммунитета. Соответственно, если кишечник чище, иммунитет лучше, соответственно, жить хочется более бодрее, веселее и хочется стремиться далее. Также кишечник является нашей антенной, то есть антенной, которая принимает всю информацию, входящую в нас. Поэтому, когда я работал с клиентами, у которых есть проблемы с желудком, кишечником и вообще с желудочно-кишечным трактом в целом, я обращал на одно и то же, что человек либо постоянно раздражается, либо кого-то не принимает, либо что-то активно отрицает. Поэтому все вот эти раздражительные процессы начинают в виде язвы появляться, либо в виде каких-то заболеваний желудочно-кишечного тракта. Даже если мы возьмем тот же геморрой, то это неумение человеком отпускать свое прошлое. Это важно. Поэтому питание – это первый пункт, с чего следует начать. То есть начни чистить свое тело. Второе – это спорт. Как я уже и говорил, в сегодняшнем эфире спорт дает эндорфины, эндорфины дают уверенность в себе. Тело создано для того, чтобы двигаться. Если ваше тело совершенно не хочет двигаться, оно хочет вечно залипать, спать, ничего не делать, это обозначает, что его пора основательно почистить и начинать заниматься спортом, спортом, спортом обязательно. Спорт – это заземление. Вскоре у меня на ютубе выйдет видео, как реализовать желание через физику. Оказывается, подсознание может выдать, сколько нужно раз сделать какое упражнение или сколько физических нагрузок для того, чтобы реализовать то или иное желание. Об этом более детально на ютубе расскажу. И, наконец, третье, с чего следует начать при саморазвитии – это мышление. Для того, чтобы менять мышление, нужно искать качественный контент. Качественный контент можно найти либо у меня в моих блогах, либо у каких-то, возможно, других ребят, уверенных много. Самое главное, чтобы спикер, к которому вы обращаетесь или которого вы смотрите, сам соответствовал тому, что говоришь, и был искренним. И брать качественный контент я рекомендую из книг. Как всегда, я рекомендую одного моего любимого автора – это Владимир Жикоренцев. Пожалуйста, читайте его книги, и весь мир полностью перевернется. Причем в лучшую сторону. Что захочется после прочтения его книг? Первое – захочется создавать свою реальность. Второе – захочется понимать и изучать законы ума. Третье – захочется изучать законы, по которым идет и движется наша вселенная. Какой результат получите? Результат будет следующим. Внутреннее спокойствие, умение справляться со всеми трудностями. И третье, самое, на мой взгляд, главное, особенно сейчас, это умение переключаться, не залипая в проблему. Все мы постоянно залипаем в проблемы. Проблемы отнимают у нас нашу энергию. А это отнятие энергии отнимает нашу молодость. Поэтому любое залипание отнимает молодость. Принцип очень прост. Каждая моя мысль отнимает мою энергию. Поэтому думай, на что ты направляешь свои мысли. Их 60 тысяч примерно в день. Вопрос следующий. Какая травма у ребенка, запоры, как ему помочь или нужен спец? Ну, конечно, было бы здорово, чтобы все родители, которые пытаются самостоятельно исцелять своих детей, прошли, например, мою академию управления подсознанием, или умели через тонкие планы исцелять своих детей. Потому что я рассказывал недавно в своем видео, буквально это, по-моему, последнее мое видео, о анальном зажиме у, соответственно, клиента, с которым работал. Ситуация такова, что он в детском садике обкакался, и с тех пор постоянно он зажимал это место, и ему было вечно стыдно. И как только мы вернулись в его прошлое через работу с подсознанием, и забрали его фантом оттуда, то есть того мальчика, который там мучился, то почему-то все прошло. Та же самая сейчас ситуация с ребенком. Первое, что нужно сделать, это с ним поговорить. Второе, нужно бы сделать так, с детьми это работает очень быстро. Привожу пример живой. Ребенок говорит, у меня болит голова. Я говорю, сейчас закрой глаза и представь, что на тонком плане создает эту боль. Ребенок говорит, ну такой кот стоит, короче говоря, и бьет меня молотком по голове. Я ему говорю, что с этим котом сделать, и через считанные секунды боль в голове уходит. О чем это говорит? О том, что у детей настолько чистый канал, и, соответственно, через этот чистый канал им намного проще менять реальность через тонкие планы, соответственно, физику. И это происходит в десятки раз быстрее, чем у нас у взрослых. Поэтому свое поле через медитацию, через чистку организма, через спорт, через хорошее настроение, через выбор информации, которая делает нас лучше, через умение быстро переключаться, всегда нас усиливает и расширяет наше поле. То, что я сказал, это очень важно. Важно это применять в жизни. Поэтому с ребенком можно работать, и если вы сами не справляетесь, не владеете теми знаниями, которые необходимы, то здесь лучше взять спеца на первых порах. Но лучше всего обучиться всему этому и исцелять своих детей. Потому что дети, первое, это наше отражение. Второе, дети всегда в нас поднимают наше искреннее, настоящее отношение к этой реальности. То есть то, как мы к детям относимся, спокойно, искренне, без надобности их ругать, показывает то, что у меня внутри спокойно. И давайте детям как можно больше баловаться. Дайте детям быть детьми. Следующее, поехали. Значит, хотелось бы про астрологию узнать, что сейчас происходит. Ну вот теперь вот коротко коснусь буквально и скажу, что сейчас происходит. Сейчас планеты как таковые встали, как во времена Второй мировой войны. Но вся война, которая сейчас ведется, ну скажем, война в кавычках, хотя, скорее всего, это действительно информационная, самая натуральная война, она ведется сейчас в голове у каждого из нас. И эта война как раз-таки по отношению к своим старым блокам, к непрощенным людям. Это война по отношению к негативу и ко всему, что вообще с нами происходит. Как таковая эра Водолея уже выиграла тендер на те энергии, которые сейчас заходят на нашу планету. Соответственно, сейчас вся поляризация, вот эта вот очень мощнейшая сильная поляризация в отношении всех непроработанных прошлых моментов очень сильно обостряется. Поэтому сейчас, кого ни возьми, у всех какие-то приколы в жизни происходят и какие-то перестройки. То есть сейчас идет глобальная перестройка. И она будет происходить у каждого. Она зацепит абсолютно каждого без исключений. Вот пропассажирить здесь, отсидеться не удастся больше никому. И, как я и говорил, на прошлом эфире самая главная техника сейчас – это техника луча, назовем ее так. Когда ты… Вот люди просто недооценивают на самом деле энергию своих мыслей и насколько они способны энергетически влиять на всю нашу матрицу. Первое, что я хочу, чтобы каждый понял – техника луч. Прямо с небес ее представляешь? Как луч проходит сквозь тебя, уходит в самый центр ядра земли, наполняет плотной белой энергией, самый центр ядра земли, наполняет всю нашу землю, каждого человека. И представляешь, как все люди живут экологично, вместе с технологиями, без надобности внедрения в друг друга. И делаешь это ежедневно. То есть условно на внутреннем экране наполняешь всех энергии, безусловной любви и света. Это первое. Второе. Нужно понять то, что все мы люди, мы единый организм. Это очень важно понять. Мы все одна единая душа. То, что мы здесь на тела распределены, и каждый в разном теле живет – это чушь полная. На своем опыте работы с людьми я могу сказать – мы все единое целое. Абсолютно все мы единое целое. Соответственно, когда в нашем организме появляются раковые клетки, которые хотят уничтожить все другие клетки, то эти раковые клетки либо побеждают, либо эти раковые клетки проигрывают. Мы выбираем вариант номер два. Соответственно, когда мы начинаем бороться, я думаю, сейчас каждый меня поймет, с кем он борется внутренне, мы должны, наоборот, посылать любовь, благодарность и свет. Потому что через плохие события всегда приходят хорошие события. Для того, чтобы мы в дуальном мире могли оценить хорошее событие, мы должны пройти сначала через негатив. Иначе никак не происходит. Ну вот в этой матрице это так, к сожалению. Но, не знаю, к сожалению или к счастью. Наверное, к счастью, потому что, когда нет трудностей, человек не самосовершенствуется. Если мы прикинем очень простую ситуацию. У меня идеальные родители, у меня все в достатке, у меня всего хватает, у меня все есть. А что мне сюда приходить? Что мне тут делать? То есть, моя душа не растет. Что значит рост души? Это значит, когда уровень моей любви, которую я вырабатываю по отношению к себе, ко всему происходящему вокруг, ко всем людям, становится в состоянии, когда тебе просто спокойно, ровно, хорошо, не хочется ни с кем бороться, не хочется ни с кем сражаться, и не хочется никому ничего доказывать. Ты просто любишь, ты такой какой ты есть. Это очень важный момент. Потому что вот эта парадигма «разделяй и влавствуй», вот именно она сейчас меняется на «объединяй и созидай». Вот если коротко, то так. Следующий. Синдром дефицита внимания. Ребенок живет в своем собственном мире. Как быть? Значит, первое, мне нужно, конечно, знать, сколько ребенку лет. Второе, нужно понимать, что все айпады, все телефоны, все компьютеры. Желательно, если и давать ребенку, то на короткий промежуток времени, то есть ненадолго. Если ребенок постоянно в этом во всем живет, находится, то вы даже не представляете, кем он вырастет. Просто овощем полным. Это первый вариант. Если в этой ситуации, мне просто нету дальнейшей расшифровки вопроса, то вот гаджеты убираем. Если же у ребенка постоянный уход во внутренний мир, это показывает то, что мать на самом деле сама хотела бы уйти в свой собственный внутренний мир, но не позволяет себе этого. Вот и все. Поэтому нужно матери в данной ситуации работать со всеми раздражителями, со всем тем, что вызывает страх и так далее. Никогда, никогда не имеет смысла лечить детей. Всегда, вот по крайней мере, сколько я работаю, я работаю с родителями. И через родителей дети исцеляются быстро, легко, вот так вот, по щелчку пальцев. То есть они просто меняются. Да что говорить, короче говоря. Кот, если начинает, допустим, там шкодить и пиндюрить, где попало, ты к нему подходишь, прощение у кота просишь, и он перестает это делать. Животные уже реагируют. Сейчас каждое слово, каждое слово имеет вес, каждое действие, каждая мысль, каждый поступок. На землю идет колоссальное, колоссальное просто количество энергии, безусловно, любви и света. Поизучайте частички нейтрино, если не знаете, поймете меня более детально, что это. Вопрос девятый. Ненавижу людей, которые едят мясо, считаю их варварами, не могу общаться, как быть? Я скажу все, как есть. Первое, значит, если вы задаете такой вопрос, это значит, что вы подвержены запретам, догмам, категоричности, не даете, внимание, себе быть собой, другому человеку другим. Да какая разница, что есть другой человек? Это его выбор. И обратите внимание, что в нашем языке слово другой имеет корень друг. То есть каждый человек другой, на самом деле для нас друг. Поэтому первая ваша задача, это значит, перестать отрицать этих людей, потому что вы будете их притягивать по максимуму в свою жизнь, которые едят мясо и так далее. Второе, если кто-то не соответствует вашим понятиям, поймите, вам никто не должен, и вы ничего не должны. Поэтому снимите все свои ожидания от того, что все перестанут есть мясо или что-то еще такое делать. И тут еще важно понять, что мир как таковой, он многовариантен. Есть на нашей планете даже такие племена, которые до сих пор едят людей. Подумайте, как вы к ним будете относиться. И следующая ситуация. Представьте, вы приезжаете к эскимосам, и они едят исключительно мясо, рыбу и так далее, у них холодно. И вы что им будете говорить? Не ешьте мясо. То есть поймите, у каждой климатической зоны, у каждого человека свой путь. И не стоит указывать ему, как ему жить. Только если спросят. У меня в Академии управления подсознанием есть всего одно правило. Никогда никому не навязываемся. Если мы понимаем то, что другой человек идет по неправильному пути, мы понимаем то, что он действует себе во вред, испытывая там негативные, низковибрационные эмоции, а когда он входит в догматичность, когда человек пытается доказать свою правоту. Если он не спрашивает, мы все равно не лезем и позволяем человеку быть собой. Все. Следующий вопрос был такой. Болят глаза, над чем работать? Значит, первое, это ясно на все смотреть, перестать глаза на то, что вам не нравится и что вы не принимаете. Тут нужно убирать страхи и главная задача понять, когда глаза начали болеть. Я приведу пример работы с одной женщиной. Когда у нее начало падать зрение, оказалось, что ей было порядка 7 лет и их дом сгорел. И она наблюдала эту ситуацию и ее подсознание решило ее вычеркнуть за счет забывания. И у нее зрение начало падать. Как только мы в эту ситуацию вошли, забрали ее из той ситуации, то есть ее фантом, то зрение пошло на улучшение, причем значительное. Поэтому очень важно всегда улавливать не последствия, вот там что-то болит, а именно сам корень, где живет, когда это все началось. Вы вегетарианец? Нет, я не вегетарианец. Я позволяю себе есть абсолютно все, что хочу, но в целом у меня рацион такой. 70%, даже, наверное, 75% это фрукты, овощи, ну а все остальное это все, что я захочу. При этом я понимаю, как на квантовом уровне можно просто заряжать и еду, и воду, и я поэтому вообще этой темой не заморачиваюсь. Следующее. Значит, я думаю, по глазам понятно. Здесь нужно понять, чего вы не хотите видеть, от чего вы уходите, от чего вы закрываетесь. Это могут, может быть, сложные отношения с родственниками, муж, жена, да что угодно, короче говоря. Это значит, что нужно идти в свои страхи и проживать их, отпуская, иначе глаза так и будут болеть. Но опять же, мне надо бы пообщаться, чтобы более детально я мог вам раскрыть. Кстати, ко мне можно записаться на консультацию получасовую, пожалуйста, это каждому доступно, диагностическую. Я там всегда даю какие-то рекомендации, по которым человек сам мог бы двигаться и идти. Если, ну, совсем сам не может, то тогда я уже работаю. Значит, следующее. Как притянуть желаемое, визуализировать или нет? Если да, то как правильно? Значит, здесь вопрос очень простой. На самом деле, как оказалось, я сейчас не буду вдаваться в очень глубокие подробности, но любая визуализация, как таковая, оказывается, разрушает желаемое. Вот и все. Что делать? Нужно резонировать с тем, чего ты хочешь. Что значит резонировать с тем, чего ты хочешь? Это значит конкретно брать, ехать, ощущать, трогать, щупать. Я не знаю, если это дом, пойти в него походить, если это машина, сделать тест-драйв. Да что угодно, короче говоря. То есть прорезонировать с вещью и отдаться ощущениям своего тела. Если в теле спокойно, хорошо, это обозначает, вы готовы иметь этот предмет в своей жизни. Если тело начинает волноваться или у него идет какая-то непонятная реакция, это значит не готовы. Почему так? Потому что все эмоции со знаком плюс или со знаком минус говорят о неготовности. и то, что разрушает вот наши как раз таки создания нами желаемого, это излишняя эмоциональная радость. Когда человек излишне радуется, это он значит не готов. Вот и все. К сожалению, это так. На энергетическом уровне это реально так действует. Я это видел не раз. Поэтому едьте, пробуйте, чувствуйте. Если вы в теле чувствуете, что телу некомфортно, телу неудобно, это значит там есть блок. Как работать с блоками? Каждый блок это программа на нейронном уровне из вашего прошлого. То есть, например, вы садитесь за новый автомобиль, а у вас какие-то непонятные ощущения дискомфорта, страха, неуверенности либо в груди, либо в животе. Это значит, на тонком плане есть определенный блок, который родом из прошлого и который говорит о том, что вы либо не позволяете себе быть богатым, либо вы презираете богатых, либо вы вообще презираете деньги и богатства и считаете их злом. Соответственно, с этим надо работать. То есть, тут через этот блок надо выводить через подсознание момент и понимать, убеждение ли это или это какая-то ситуация, которая записалась в тело из прошлого. Но если коротко, то так. Ничего сложного на самом деле. То есть, абсолютно ничего сложного. Сейчас я еще на все вопросы отвечу и буквально в прямом эфире немножко пообщаемся. Значит, следующее. Падаю в обморок без причины. МРТ нормальная. Почему же так? Что я могу сказать, опять же, исходя из своего опыта? Мне надо понять, что для вас является триггером, когда вы падаете в обморок. Но обморок это способ избежать нежелаемое и неприятное. То есть, здесь нужно больше всего работать с раздражением и беспокойством. Что конкретно делать? Сесть, сделать глубокий вдох, выдох, расслабить тело и сказать раздражение, найти его в теле. Потом сказать беспокойство, найти его в теле. А далее по определенным техникам просто счистить эти блоки и, соответственно, скорее всего, желание падать в обмороке упадет. Ничего сложного. Но опять же, надо понимать, чего вы избегаете. Поэтому первое, что можно сделать уже сегодня, это проявить честность по отношению к тому, скорее всего, это человек, которого вы избегаете. Все честно проговорить с ним от начала до конца и дать своим эмоциям и чувствам течь, уходить из вас. Поймите, все то, что мы не проговариваем, все то, в чем мы себя подавляем, потом на подсознательном уровне мы вынуждены ежедневно тратить энергию, чтобы это сдерживать. Ну, например, я на кого-то обижаюсь, обида сидит во мне и я ежедневно трачу энергию, чтобы эту обиду погасить, чтобы она не выходила. Не надо этого делать, не надо себя подавлять. Дайте эмоциям течь, выговорите их все от начала до конца. Если надо кого-то простить, то простите. Это высший пилотаж простить кого-то. Вопрос следующий. Не знаю, как заставить себя побороть вредные привычки и начать жить в чистоте. Первое, нужно понимать вообще мотив. А зачем жить в чистоте? Ну, то есть, вы в целом получаете удовольствие от ваших вредных привычек. Кайфуйте от них. Ради бога. Наслаждайтесь ими. Единственный момент в том, что когда ты реально чистишь свое тело и у тебя тело чистое, чистое тело дает чистый разум, чистые мысли, умение быстро и четко соображать, то тогда тебе просто не хочется в эти вредные привычки вообще втуливаться. Почему? Потому что любая вредная привычка это, ну, по сути, обнуление входящей энергии. Вся энергия в нас аккумулируется во время сна. Мы поспали, мы просыпаемся, у нас новая энергия. И на эту энергию мы живем. Мы ее можем тратить на реализацию своих дел и каких-то мечт. Так вот, весь вопрос в том, скорее всего, не как отказаться от вредных привычек и начать жить там в чистоте, а вопрос в том, где взять больше свободной энергии. Потому что свободная энергия, как таковая, это энергия, которая ни на что со вчерашнего дня не зарезервирована. Я приведу пример. Если, допустим, ты просыпаешься, ты знаешь, завтра мне там с 9 до 6 на работу, потом с 6 до 7 я еду домой, потом с 7 до полвосьмого я там залипаю в интернете там или еще больше, это промежуток времени, или потом я трачу в ютубе, потом в инстаграме, потом еще где-то, то твое время уже зарезервировано. Это и есть биороботное состояние. Это человек-биоробот. То есть в нем, как сказать, я здесь шучу такую шутку, что вот вроде смотришь человеку в глаза, они вот вроде горят, а дома никого нет. Вот это и говорит о биороботном состоянии. То есть когда человек абсолютно не понимает, куда он идет, к чему стремится, когда он все время проводит в матрице. Матрица – это и есть наша вот эта вот электронная вся система. И когда мы к ней подключаемся, как в фильме «Нео», мы начинаем оттуда набираться всех тех эмоций и чувств, которые она дает. Нелогично было бы хотя бы раз в неделю полностью от нее отключаться для хорошего состояния. Следующее. Вопрос следующий. Как найти свое предназначение? Ну, я очень коротко отвечу одним предложением. Делать то, что приносит максимальное удовольствие, делать это изо всех сил. Следующее. Обратиться к астрологу. Посмотреть на... Мне можно написать, я скину свою мини-книгу по предназначению, которую я писал по каждому знаку зодиака. Вообще, предназначение, как таковое, это проработка неких, ну, скажем так, черт и качеств характера, которые могут выражаться в излишней обидчивости, излишней болтливости, в излишней раздражительности, в излишней злобе. Это и есть предназначение. То есть, умение их прорабатывать, это находиться в спокойном, в ровном состоянии. Вот так. Но это только малая часть из того, что является предназначением. Следующее. Как очиститься от негатива, кроме медитации? Все очень просто. Спорт, секс, контрастный душ. И есть еще техника, когда вы надуваете шарик с закрытыми глазами, представляете вот эту вот либо эмоцию, либо вот этот негатив в виде какого-то образа, и лопаете этот шарик. Лопаете, вот он плюхается и реально идет на тонком плане отсоединение от этой эмоции, когда он лопается. Но многие люди, которые практиковали со мной эту технику, пытаются все время открывать глаза и смотреть на шарик. Знаете, почему? Потому что все время пытаются все контролировать. Невозможно контролировать все. Контроль, чего угодно, он всегда это порождение страха. То есть, когда мы что-то боимся, мы все время пытаемся это контролировать. Вот и все. И завершающий вопрос номер 16. Как проработать страх к отцу? Боялась его всегда больше смерти? Ну, исходя из полученного вопроса, я ведь чувствую энергетически каждого, кто мне задает вопрос, я скажу так, что просто в вашем случае, конкретно в вашем, пришла пора его простить. Найти те негативные чувства, эмоции, которые внутри вас живут по отношению к нему, можно проработать и отпустить его через подсознание, но главное понять один момент. Мы ничего в этой жизни не можем проработать. Вот так. Ничего. То есть, все то, что мы прорабатываем, мы просто учимся не отдавать энергию в травмы прошлого. И, соответственно, когда активируется травма в очередной раз, это значит то, что вот тот самый случай из прошлого снова дает о себе знать. И туда снова нужно давать внимание и любви. И тогда это не будет поднимать. Самый простой способ это позвонить отцу и поговорить с ним. Но это высший пилотаж, мало кто к этому готов. Если у вас написано, что вы боялись его больше смерти, то есть два варианта. Либо его проработать через подсознательные процессы, отпуская, наполняя его образ всем необходимым. Либо написать ему письмо. И третий вариант, самый наилучший, это позвонить ему и сказать не претензии свои, а сказать ему, как вы себя чувствуете без него, с ним, или как вы чувствовали себя по отношению к нему в прошлом. Вот такие вот дела, друзья мои. Я на все ваши вопросы ответил. Сейчас быстро пролистаю, кто что задавал. Также коротко отвечу и пойду дальше. Когда меня повысили неожиданно на две ступени, я прям плакал от счастья. В итоге я слетел оттуда. Я понял. В общем, что я хочу пожелать сейчас каждому. Сейчас такое время, когда нужно перемещаться в зону, безусловно, любви, в зону покоя, света, постараться ни с кем не конфликтовать, постараться проявить побольше любви к себе, к окружающим людям, понять, что эра водолея уже выиграла тендер на те энергии, которые сейчас будут поступать на нашу планету, по максимуму находиться в спокойном, состоянии и думать о том, чего мы получаем, мышление от отрицания. Ну, в принципе, мы уложились вроде в 30 минут. Я смотрю, ни у кого покажу.